всем привет я сейчас дело писала пост на инстаграм и решила дай-ка я лучше запишу видео и поделюсь своими мыслями хочется все таки с вами поговорить я делала уже такое плана видео где я сравнивала русских мам и американских мам возможно где-то будут повторения но мне все-таки хочется некоторые новые возможно какие-то детали нашей повседневной мамской жизни в америке с вами поговорить и поделиться и я знаю что все всегда очень сильно любят когда я сравниваю есть такая возможность потому что на площадках на улице с детьми я провожу большое количество времени поэтому конечно опыт на эту тему и какие-то наблюдения на эту тему у меня безусловно есть давайте сразу приступим чем я постараюсь сравнить максимально объективно какие у нас русские мамочки да ну под русскими вы понимаете что я подразумеваю которые выросли в культуре до русскоговорящей вот и американки я живу в городе вот и города нью-йорка по то есть они глубинка америки там яму возможно будет немножко по-другому вот ведь мы живем достаточно большом приближении большого города нью-йорка постараюсь сравнить вам здесь с нашими мамами хочу сразу начать что касается одежда нас сейчас прошло лето мы ездили в россию отдыхать и я наблюдала что практически все дети в россии на пляже находятся в шляпках панамках чтобы не напекло голову мои дети вообще никогда не приносили шапочки я их никогда не одевала и я честно сказать большое в этом нужды не вижу просто мы не находимся на солнце на самом солнцепёке вот и а когда солнце допустим утреннее или вечернее в принципе уже какие-то шапочки панамки не нужны очень редко когда я их одеваю но тут больше чтобы отоградить не то что в голову а чтобы в глаза сильно не светило солнце но как и уже говорила что ни одна моя не старшая не младшая дочь не любят панамки всегда их срывают опять-таки что касается пляжа на американском пляже никогда не увидишь голого ребенка то есть они уже с раннего детства приучают что есть такие они называют это private parts личные части тела которые люди извне не могут досмотреть то есть они уже с раннего возраста на маленьких при маленьких малюсеньких девочек одевают бюстгальтере вот здесь я немножко с ними не согласна возможно я иногда своего ребенка в основном даже когда они не особенно маленькие я разрешаю просто бегать в трусиках до в этом в этом плане мне тяжело с ними договориться да ну то есть согласиться точнее вот но вот такая вот различие что американки никогда не будут твоего ребенка оставлять девочку да тем более без трусов то есть если мне кажется американку видит без трусов ребенка бегающего по по пляжу она просто наверное не знаю не случайно шок это точно что касается еще одежды и холодного климата то в принципе здесь вы можете ребенка увидеть в шапке только когда реально очень сильно холодно а в россии одеваются шапочки по первому ветру иначе сквозняки ночи в уши надует и в общем есть очень много разных мифов и историй в америке вот эти тонкие шапки их вообще тяжело даже найти тогда помню мама мне привозила еще александре я еще тогда не очень знакома была то есть прислушивалась к маминым советам она привозила мне там шапочки такие чтобы ушки закрыты быть такие знаете тоненькие вот но я поняла что это вообще не нужная какая-то составляющая гардероба и в принципе эти шапочки у нас ну не существует а что касается холодной погоды даже там у них постоянно открытые шеи они без шарфа они не знают что такое колготки они не используют колготки то есть ребенок одет максимально легко даже иногда мамы все укутывающиеся такие в свитере дети безусловно температура тела во первых выше во вторых они более активно себе ведут на улице поэтому американские мамы очень легко одевают своих детей вот по сравнению с нами у меня есть какая-то некая все равно желание ребенка одеть теплее я все таки из сибири вот но я уже вижу что со временем я своим детям тоже позволяю максимально легко одеваться если александра выходит на улице собираемся она мне говорит мама я не хочу одевать куртку не говорю хорошо давай ты сейчас выйдешь ты сама увидишь на улице холодно мама тебе сказала что на улице холодное нужно взять курточку она выходит у нас сразу такой ветер всегда на выходе из дома она чувствует что холодно и она говорит мам давай-ка оденем куртку то есть на своем опыте увидела поняла и уже в следующий раз а уже нет такого я говорю помнишь ты вчера выходила было холодно хочешь куртку оденем да то есть уже все проще вот то есть что касается одежды они более расслаблено себя ведут и разрешают ребенку самому понять что есть такая нужда не обращайте внимание андриана проснулась поэтому могут быть какие-то посторонние звуки а по поводу одежды и вообще всего этой формы а как они воспринимают вот это утепление на зиму то мне кажется что вот такой вот как сказать достаточно свободное отношение к одежде такое спокойствие да но детей закаливает то есть а я уже вижу что в принципе дети у них не так часто болеют потому что но понятное дело они уже привыкшие каким-то перепадом температуры и им не так холодно например племянница чамару которая выросла в сша она в 15 градусов ходит в кардигане то есть если я укутываюсь куртку она говорит что ей хорошо и так для меня на самом деле это такое ну вау да то есть они какой-то степени это даже хорошо тут же идет пункт я хотела с вами проговорить это по поводу холодных напитков то есть в принципе не только в россии в перу тоже они очень и очень и очень бережно относятся ко всем вот этим холодным напиткам и это опять-таки привычка здесь дети с раннего возраста пьют все холодное я тоже своим детям сюда и из холодильника специально потому что допустим я знаю что мои родители к так как их забоели всем теплым если они выпьет что-то холодное то они сразу же заболевают и сразу танзелиты постоянно горло что-то в общем что-то случается вот я уже не так сильно то есть меня допустим не так сильно там опекали в этом плане да вот у моей дети они берут все из холодильника они еще и льда сверху насыпят и нормально ничего не от этого не заболевает также и американские дети они все пьют холодные из-за холодного питья они не заболевают что касается бабушек и дедушек если может затронули эту тему да то бабушки и дедушки в принципе здесь проводят с внуками не настолько много времени как допустим в россии и русскоговорящих странах скажем бабушки и дедушки здесь видят своих внуков ну пару раз в год потому что как правило они живут разных штатах и видится только на какие-то большие праздники допустим может быть четверо день рождения и рождество или возможно день благодарения то есть а бабушки и дедушки не принимают большого участия вращения детей как это допустим принято у нас то у нас часто на лето увозят бабушки и дед у нас часто еще связано это с тем что очень часто молодожены или живут вместе то есть бабушки и дедушки не принимают непосредственно и участие а здесь конечно достаточно приятный пункт что здесь свободно все выходят в жизнь 18 и очень редко кто возвращается конечно я говорю в общих чертах они есть какие-то исключения в америке безусловно кто-то живет с родителями но вот так вот в целом если смотрят что в принципе никто из моих знакомых я не знаю чтобы жили с родителями когда им уже было там допустим за 2 а забыла бы сказать обувь одежды что еще по поводу носков то есть очень часто у детей всегда голые ноги либо какие-то ну вот допустим обувь возраст адрианы годик она у меня ходит но еще иногда часто сидит много в коляске и она у меня абсолютно без носков даже если на улице 18 градусов 19 градусов ну возможно я возьму с собой но она спокойно то есть абсолютно ну не нужно вот это вот надевание на нее носков бесконечное потому что она все равно стягивает александр первым делом заходит домой тоже стягивает носки никогда в них не будет дома ходить вот и еще они не покупают теплую какую-то одежду допустим как для адриана они просто накрывают их одеялком то есть ребенок сидит и они вопрос накрывают одеялком и может быть какой-то вот такая вот эти защитная пленка на коляску вот это вот от ветра от снега и в принципе ребенок там сидит практически вот в таком легком костюмчики общение на площадке что касается когда мой ребенок находится на площадке я идет не мучаю бесконечными инструкциями просто когда я ездила в россию москве я была на площадке и наблюдала как мамы хотят бесконечно принимать участие при ребенка я абсолютно не вижу в этом надобности если ребенку допустим помощь не нужна там спуститься с горки или куда-то в общем подняться что такое физическое я в принципе не участвую или там кто-то может не поделились ребенком другим игрушку в этом случае я могу подойти но если ребенок играет за я не говорю давай сейчас катимся давай сейчас покатаемся давай вот сделаем программу эту игру то есть нет бесконечно каких-то инструкций в игре я абсолютно нахожу это бесполезным и ненужным для ребенка если на площадке случилось так что что-то у нас упала на пол то принципе не в америке существует правило кто-то говорит 5 секунд кто-то говорит 3 секунд когда этот кусок печеньки хлеба все что угодно поднимается быстро отдувается и даешь ребенку обратно и таким образом они считают что ты как бы иммунную систему до ребенку поднимаешь я с этим соглашусь вот в принципе конечно же разумно то есть если ты видишь что-то упал на какое-то место там что не слишком уж там грязное то я тоже поднимаю своему ребенку даю а здесь конечно такой немножко парадокс идет насколько американцы очень сильно постоянно пользуются санитайзерами не постоянно руки санитайзером используют и вот это правило 5 секундное она как бы вот парадокс за такое но все же имеет место быть но допустим в конечно в публичном транспорте я бы допустим не не стала поднимать и давать ребенку но если это куда-то упал на траву может на площадке я вижу что это в принципе на какое-то сухое место адув подуешь с одной другой стороны и все нормально что касается разных болезней американские мамы не шпигуют детей медикаментами и не ведут своего ребенка по первой температуре к педиатру да то есть мой ребенок жаропонижающий даже не знаешь что это такое слава богу в принципе ударной а тозой витамина c мы справляемся с любой простудой в американской культуре что мне очень нравится очень поддерживается похвала то есть я бесконечно когда нахожусь на площадке если мама с ребенком рядом она постоянно говорит ребенку какой-то молодец ты такой умничка давай еще как мне кажется это постоянная похвала ребенка очень сильно подбадривает его поведение именно направляет в хорошую до русла а показывая что том что ты им гордишься кстати я тобой горжусь это любимая фраза александра не хочу сказать что очень часто ее слышат я стараюсь говорить только по делу а вот но она ее знает и даже иногда она мне говорит мама скажи пожалуйста что ты мне гордишь александр не рождение подарили очень классно такую доску который называется доска ответственности где ты зарабатываешь звездочки копишь звездочки потом тебе будет какой-то большой приз за то что ты себя хорошо ведешь сейчас мы вот используем это и я вижу уже на вот буквально пару-тройку дней которые мы используем а уже есть результат она очень старается и она мне говорит мама смотри я поднимаю игрушки я их убираю и смотри мама я делюсь смотри мама я добрая ну в общем мне кажется что это очень тоже такая приятная хорошая манера поддержанию хорошего поведения еще хотелось бы отметить по поводу еды если мой ребенок не хочет кушать то я в принципе и и не заставляю кушать то есть если ты не хочешь хорошо вставай за стола иди но это я заметила здесь что в америке это распространено на сказать что в моей семье это было точно так же то есть данным родители говорили вы не хотите идти хорошо вы встаете но до другого приема пищи вы никакой еда не получаете в моем случае я разрешаю фрукты и овощи всегда то есть фрукты и овощи в принципе даже если не покушал неважно фрукты и овощи одобряются всегда а вот что касается уже там хлеба печенье и разных перекусов таких других то конечно же я просто на это говорю нет зато потом ребенок приходит и сам начинает есть весь суп и за пять минут тарелка пуста американцы молодцы помимо того что они с раннего детства стараются поощрять независимость самостоятельность я заметила что в россии тоже сейчас начинают также делать это прекрасно допустим что касается из еды ребенок у меня в принципе и одна и вторая кушает сами сажусь за стол мне не нужно им сильно там их едой кормить они кушают сами да есть какие-то какая-то суп до который я должна годовалому ребенку помочь покушать но в целом и александра и адриана с раннего возраста кушают сами вот а как мне кажется здесь опять таки разрешать родителям да это какая-то кодать будет грязная фаза я называю когда ребенок учится кушать сам он немножко из возюкивается в еде немножко все вокруг и я просто сделаю подстилку везде подстилки подстилки потом ребенок практически после каждой еды ты его моешь ты переживаешь что грязный момент возможно несколько месяцев но зато потом ребенок кушает сам есть интерес к еде он все пробует и ребенок что как мне очень нравится что он самостоятельно кушает попыталась сказать максимально все что я сейчас мне пришло и на ум надеюсь что это было полезно и интересно для вас поделитесь теми ски кому это будет тоже интересно и полезно буду очень благодарна вам большое спасибо за ваше время за ваше внимание и увидимся с вами в следующем видео пока пока